всем привет решил вот с утра зайти в чат рулетку провести такой эксперимент вижу много людей на ютубе заходит в чат рулетку сидят там трендят обо всем на свете и кто-то даже это смотрит кому-то это нравится я думаю почему бы и мне не сделать такой эксперимент зайти в чат рулетку и пообщаться здесь сидящий может быть я встречу какую-то интересную личность я знаю что тут сидит много дрочеров конечно много дрочеров много неадекватов но вдруг как говорится в этой куче дерьма я найду какой-то бриллиант какую-то интересную личность с которой можно будет пообщаться мало ли давайте уже проведем такой эксперимент так на часах 7.27 ну где-то минуток пятнадцать минуток пятнадцать посижу чат рулетки и посмотрю и посмотрю чем это обернется и так и так и так запускаем чат рулетку кстати звук слышно она слышно меня слышно пидор кто пидор чё смешного не пойму таким родился что сделать а ты не зуба ты молодец ты а но Что это за разбитая картинка? Не видно, собеседник, что это вообще далее. Блин, одни музыки и уши нет. Ты что, такое удивление? Привет. Да, кого-то это нет у четверти. Здесь снова видно сонно. Только проснулись и высову четверо лет. Да. 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 Так, я вижу, как будто кто-то поставил. Еще не включил четвертку, а сам пошел куда-то. Да. Что делать? Одни и те же люди. Хе-хе. Еще и кривляются. Кто проживает на дне океана? Тебя не слышно, человек. Кто проживает на дне океана? Так, где ты это слышал? Ну кто кто? Осьминог. Пока, урод. Человек со скрытым лицом. Так, я вижу. Я вижу, что будто одни и те уже попадают. Блин. Какой укрой Delete. Обз响. Да. Да. Какой укрой Укрой? Да. кто такие как зовут привет красавица откуда ты так стоп вижу что то мне во первых такое ощущение что мне ищет в основном людей из украины я поставил на страну украина и мне ищет людей из украины или это я или это я ставлю с какой страны не искать собеседников я вижу мне у меня что-то находит одни и тех же людей вот в основном одни и тех же людей как будто вот на момент 7.34 утра в украине больше никто не сидит четверо лет буквально 10 человек и одни вот так вот по кругу одни и те же мне показывают постоянно и показывают так Россия. Россия это большая страна? Может, в России мне покажут больше собеседников? Давайте попробуем. Да. Может, что-то втыкает. Вот это тату. Тату. Привет. Здравствуйте. Как зовут? Андрей. Меня Сергей. С какого города? Тюмень. Тюмень, ух, как далеко. Я из ДНР. Что вас занесло в чат-рулетку с утра? Вопрос не понял. Что вас занесло в чат-рулетку с утра? Какая причина побывала в чат-рулетку? Пообщаться? Ясно, я тоже, но вот встречаются одни дрочеры и недоклаты. Или просто молчу. Я в России общался, участвовал, в России была, там, то же самое. Презюм на Украину. А у меня обратная ситуация. Я искал в Украине, и вот что-то не мог никого найти, решил вот в России найти кого-то. Думаю, Россия уже больше страны и больше людей. Нет, нет. Неправильно, да? Тут. Как? В основном школьники здесь, школьники. Да, я заметил, много школьников. Школьники, эмигранты. Долбоебы. Да. Есть такое. Не спорю. В Украине немножко я вот тут часто бываю. Немножко такой народ, замысловатый. Замысловатый, в каком смысле? Ну, грамотные, более продвинутые. Ну, моего возраста. В России в основном малолетки. Ну, как? Молодой возраст. Да, есть такое. Вот так. Как говорится, пообщаться нечем, не вспомнить ничего. Общих тем нету. Да. Да. Да, да. Вот так. Ну, и политика меня интересует тоже. Ну, я... Настроение... Настроение украинцев. Политика ссорит. Все люди одинаковые, все люди хотят одно и то же. А политика, она разъединяет людей. Заставляет идти брата на брата, там отца на сына. Это плохая вещь политика. Это понятно. Нет, тут... Как говорится, человек-то... У него всегда любопытство есть. Такое чувство. Ну, это да. Это не отнять у природы. Любопытство. Да. Да. И сравнить надо, что по телевизору чешут, и что на самом деле с людьми пообщаться. Вот тут вы право, да, я с вами согласен. Вот. Вот так. Одно дело, что нам навязывают, и другое дело мысли. И живут. Благодаря интернету, мы немножко связаны интернету. Да, интернет у них есть. Прояснить, что, как дела, как. Раньше слушали «Голос Америки», сейчас в чат-трулетке сидим. Не, ну, по телевизору, там, Соловьев чешет, там. Ну, надо немножко с людьми пообщаться. Ну, вы правы, я с вами согласен. Живое общение всегда лучше. Телевизор и пропаганды. Ну, вот, поэтому по поводу Крыма, по поводу вот приграничных территорий ДНР, НЛР, что, как там, ну, сейчас выборы в Украине. Угу, да. Есть такое. Ну, в основном я, как говорится, по Крыму, с украинцами это. Так, секундочку. Угу. Попробую. Ой, ладно, думаю, я буду завершать свой такой каратенький эксперимент. Мне было просто интересно, кто сидит в чат-трулетке. Ну, интересно пообщаться с людьми. Ну, что я увидел? Я увидел где-то 90% мужиков сидит обычно. Из этих мужиков, ну, под мужиком я имею в виду и пацанов, то есть детей, и взрослых мужчин там, 50+. Очень много мужиков. Ну, среди этих мужиков, ну, где-то половина детей, половина взрослых, то есть совершеннолетних. Вот. Все сидят тупо вот так вот, тупо вот так вот втыкают в экран, смотрят, ждут, что им ставится сам себе. То есть, типа, знаете, это так вот, как вот в этом, как в Наши Раши, там был такой персонаж, который сидел на диване, в тапочках, с газетой, и вот так вот пультом. Перебирал канал, и с таким вот видом, типа, ну, давай я. А, удивите меня чем-то, телевизор, удиви меня чем-то. Вот, аналогично такое ощущение складывается, что, когда смотришь на этих людей, с ним вот так вот поставили телефон, там, планшет, запустили чат-рулетку. Сидят с таким видом, типа, ну, давай, удиви меня чем-то, скажи мне что-то интересное, как-то, как-то развесели меня. То есть, люди заходят чисто поглазеть, покривляться чат-рулетку. То есть, это, можно сказать, поле, благодарное поле для тех, кто хочет поглазеть и покривляться. Вот для таких вот, кстати, троллей, как Андрей Полтава, кто там? Вольнов, Андрей Полтава, Вольнов. Вот для таких людей чат-рулетка просто идеальное место, где можно раскрыть свой потенциал, свой талант. Потому что это идеальное место для троллей и троллинг. Кто хочет, а, и для дрочеров, кто хочет зайти в чат-рулетку для чего-то более конструктивного, для нормального общения, то, я боюсь, он может, он может часами сидеть и втыкать в экран, ожидая какого-то интересного собеседника. Часами. Ну, как это, собственно, дело я увидел. Я буквально больше десяти минут сидел и просто смотрел, как там мужики лежат на диване. Только проснулись и уже зачем-то заходят чат-рулетки. Заходные какие-то школьники, там, поздоровались и сразу переключились. И вот, привет, и все. Есть те, кто кривляются. Ну, я понимаю, да. Я инвалид, я не красавица, я не алангалон. Но им надо покривляться, им надо показать, что вот я такой вот, я такой урод, а они такие красавцы, они такие мачо-молодцы. Вот. Ну, ладно, на этом я буду, наверное, завершать свой эксперимент. Если он наберет достаточно просмотров, надеюсь, лайков, возможно, я его продолжу. И пообщаюсь с людьми немного дольше, чем сейчас. Ну, а пока, вот такой маленький эксперимент. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok